Крым для Людмилы Лайбазовой горячо любимая малая родина. Она родилась на полуострове, долгое время жила там, но несколько лет назад с семьёй переехала в Корчаево-Черкесию. Но события крымской весны она успела застать лично. Помнит, как народ выбирал своё будущее. Люди все рвались на выборы, проголосовать. Мы тоже ходили, голосовали за присоединение. Наверное, люди радовались, как на какой-то большой праздник. Что начнётся новая жизнь, всё. Ну, действительно, да, начали строить дороги. Начало восстанавливаться потихонечку то, что при Украине было уничтожено. Это те же сады, заводы стали восстанавливаться. Ещё, конечно, не всё, но, тем не менее, стали жить лучше. А вот Елена Евдокимова родилась в Черкесске. Здесь же выросла, вышла замуж, родила детей. Но в 2018 году её супруга, как ценного специалиста, пригласили в Крым на работу. И вся семья переехала вслед за ним. Связи с Корчаево-Черкесией не теряют, но своим домом считают полуостров. Вместе со всеми отмечают день его возвращения в состав России. Эмоции людей, это не описать. Это, наверное, всё-таки правильнее будет сказать. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Но люди действительно рады этому празднику. Как основная масса людей, вот на этом празднике все говорили, что мы вернулись в родную гавань. Мы вернулись домой. Это семейный праздник, это выходной день, когда люди с детьми, с родителями собираются, с семьями большими и отмечают это очень масштабно. Но я тоже имею какое-то к этому отношение, потому что я проживаю в этом регионе. Меня здесь очень тепло и хорошо встретили. И я рада. Светлана тоже этому празднику. Общего у наших республик немало. Немало уроженцев Карачаева-Черкесии, как, например, Афанасий Петрович Солнышкин, во время Великой Отечественной войны освобождали Крым от фашистов. Многие сложили головы в боях за полуостров. Богатая историческая и культурная связь регионов укрепляется и в наши дни. Между ними подписано соглашение о сотрудничестве, которое расширит и без того развитое взаимодействие между республиками.